привет всем кто интересуется вышивкой и в этом видео я хочу вам дать советы по поводу шерсти вышивки шерстью и другие советы на эту тему если вам интересно смотрите дальше на примере своей работы риоли с ирисом я хочу рассказать про них я не покупала набор я покупала отдельно у меня магазин по соседству есть в котором продаются такие нитки у меня есть подозрение что они продаются без номеров и номера им пишут сами с помощью палетки которая там же у них присутствует вот те нитки которые есть набора они упакованы вот такими мотками это ни для кого не секрет что я думаю по этому поводу почему они не надеты на палетку почему они все не надеты во первых потому что шерсть очень легко рвется если как-то ее разделять вот на такие отдельные куски как мулине там допустим по 20 сантиметров то они могут и в процессе порваться и у вас будет нитка гораздо короче чем нужно плюс когда мы разделяем мулине между собой ну они не рвутся а если бы нитки шерстяные таком же виде были они порвались и даже я заметила вот нет у нас тут таких крестиков допустим вот здесь то есть вот здесь уже нитка тоньше чем она к концу до заканчивается она истончается это видно вот например тоньше крестик получается то есть поэтому отрезать длинную нитку шерстяную не стоит она чем чаще ее протаскиваешь через канву тем она быстрее изнашивается и это заметно вот поэтому сразу говорю ну как я на ширину своей руки то есть ну где-то метр беру это если в два сложения если в 3 то длиннее чем размах руки вот какие плюсы вышивки шерсти лично я вижу я никого там не оставляю и про минусы я тоже скажу я предпочитаю вообще наборы с шерстью потому что мне нравится канва таких наборах но сама шерсть да чем хороша крестики получаются плотные в отличие от мулине которые надо также чтобы они были ровной стежку кладчиком пользоваться и разделять нитки в шерсти это не обязательно но не в моем случае здесь просто канва плохая попалась очень маленькие дырочки вот например в моем долгострое там широкие дырки в канве и нормально все происходит то есть крестики сами по себе ровно кладутся как там специально загоняться не надо вот это один из плюсов ровной крестики 2 плюс на ощупь эти нитки как-то приятнее плюс что не надо разматывать отделять каждую нитку друг от друга лично меня это раздражает в мулине если вспомню еще какой плюс я скажу насчет минусов то что те кто шерсть не любит аллергия или что такое то и возможно какая-то реакция произойдет я сама заметила что я стала чаще чихать хотя у меня нет никакой аллергии на шерсть минус также что сложно купить где-то отдельно конкретные номера реолис но сейчас последней версии программы паттерн мейкер добавили палитру с переводом цветов из дмс в реолис она работает неправильно это я уже убедилась потому что у меня есть точные номера ниток которые шерстяных которые конкретному набору подходит и при переводе получается не те цвета поэтому вот такое предостережение то есть если если открою маленький секрет у меня есть почти все наборы реолис до там тысяча трехсотов что ли большинство из них в программу паттерн мейкер и часто но не во всех есть ключ к ниткам шерстяным то есть также могу совет дать у кого нет магазина рядом или вы не знаете где купить эти нитки можно заказать их на сайте ну например реолис можно на другом если где-то реолис шерстью торгуют в принципе цена да цена кстати вот в моем магазине дешевле чем мулине и это тоже один из плюсов потом что еще если вы закажете на сайте то номеров у вас скорее всего не будет это будут просто вот такие списки точнее бумажки без номеров то есть наверно вам нужно будет палетку приобрести я бы так сделала если бы у меня не было магазина ну если вы а опять же из плюсов но это касается не ниток шерстяных а риолисовских картин и сюжетов мне очень много у них чего нравится поэтому также я за то чтобы вышивать нитками шерстяными у них очень хороший подбор по цветам есть есть и детские сюжеты и ну в общем они красивые и недорогие риолис одна из недорогих марок то есть я ее предпочитаю конечно вот дименшенс там свои какие то плюсы но мы сейчас не о них говорим те работы которые я сейчас вышиваю это вот ирисы подушка с зайцем и подушка с цветами все они вышиваются шерстью у меня были конкретные номера ниток если вам нужен какой то набор риолиса вам нужны шерстяные нитки номеров или схема в программе обращайтесь ко мне я вам с удовольствием скину и если какие то вопросы при работе с шерстью будут то я тоже отвечу также я веду сайт на котором выкладываю схемы из вот этих своих запасов принцип выкладывания такой либо перед праздниками я делаю массовый выброс схем к этим праздникам либо просто я выкладываю те картины которые мне вот нравятся именно сейчас там есть и как графические схемы так и в паттенмейкере это сайт указан в на моем канале называется схема вышивки .рф пишется вместе схемы вышивки .рф веду я его сама приглашаю ознакомиться как бы понравится как бы не понравится дело каждого потому что может быть сейчас уже скачивать с посторонних сайтов как то неудобно не знаю но тем не менее люди заходят кому то что то нравится так же у меня есть каталоги золотого руна большинство схем и в партнер мейкере тоже и тематические схемы ну я их постараюсь выложить на сайт если нужно какая-то схема вообще можно спрашивать у меня их очень много просто не состояние их выложить на сайт поставила себе задачу хотя бы по понедельникам выкладывать несколько схем спасибо дальше будет видео про долгострой и морской проект смотрите у меня и дальше спасибо вам за интересные советы оставляйте комментарии если какие-то будут пожелания пока-пока